всем добрый вечер и вот снова мы начинаем тор мы начинаем с книги барышит самого начала и сегодня мы будем с вами говорить про грех первого человека в ган-эдене это наша тема останется не у нас будет такое вот больше философское такое рассуждение и вот очень интересно то есть да первый вопрос который нам стоит задаться насколько у нас в принципе вот этот вот грех скажем так грех поедать поедание здрево познания добра и зла сколько он занимает места еврейской философии еврейском то есть сознание так далее в христианстве вы знаете да я думаю что многие знают ах это кадмон первичный грех который с точки зрения христианской теологии когда человек первый человек сел ган-эдене этот вот плод он превратил в принципе с момента все человечество превратилось в грешников и скажем так повинными уже стар уже рождаешься повинными есть заражение тогда дело в том что удаизме вот этот вот грех с первого человека нам намного более минорный он явно не занимает такое вот центральное место в теологии если интересная вещь трубе штрафу кровку подчеркивает скажем так духовную значимость вообще этого самого рассказа пробег первого человека в ган-эдене без того чтобы вообще то есть скажем так заниматься его частные вещи то есть частностями которые в этом греху и его естественно вывод урава кука абсолютно противоположных христианскому иравкук давайте я не знаю зачитать на иврите или пытаться это говорить на русском уже попробуем возможно затопилось а ракук пишет так или она шумна в камина и мбм это я бурам и тью туршер загавший танек а за адам аль ров тувагом шмит варуханит оши ухлами тьют в форме лимата лима у нас нет никакого вообще то есть никакой разницы действительно было в мире то есть эпоха когда был человек то есть в принципе получал полностью всю все радости с точки зрения и духовные все наслаждения духовны и материальны до греха или принципе все началось снизу вверх да наоборот то есть грех сначала было так далее скажешь на сообщение интересное когда как-то было то есть было такая не было так вот у нас вообще не интересует а что нас интересует а то что нас интересует вообще это возможность того что человек даже если поднимется на саму высоту и будет достоин всего почета и так далее если скажем так если он сделает порочными свои пути он может потерять все и может навредить себе и своим пока потом как на долгие поколения нас интересует это то что и это нам то есть дает если это то что учение которое выходит нас из факта нахождения человека в ган-эдэне его греха его изгнание то самое главное что осознание того что человек может быть верху и может своим поведением добиться того что он понесет то есть плохие то есть последствия и для себя и для поколения еще надолго это что нужно из этого выучить из этого греха в адовару эссих мимахшевитах у крымба у мота ула у бы исраэль бау химак байкутэм алухима татана халпиас варану цры шаляда на сэгулан газы бейткелев этот подход абсолютно противоположны мысли то есть изучающим народах мира и у евреев которые идут за ними которые берут так то есть берут танах по пониманию христианскому и делают мир тюрьмой за найти найти только тюрьма для души то есть этот мир тюрьма для души это абсолютно у нас абсолютно противоположны то есть мы смотрим на это абсолютно в другую сторону а вальхавана тегура то есть чистое понимание о чем идет речь симхата хаим ваурам ашер бетура то есть радости жизни и света которые втворим и давка льеды гаруба битуха шелавар шайя даму шар меот в рак бамикре шинхет то есть у нас по непонимание какое то есть то у нас есть полное обязательство из прошлого что человек был счастлив очень это и только из-за греха он себя отдалил в принципе этот мир не тюрьма для души только грех человек отдалил вот то есть счастье полного то есть это кайфа в этом мире и таким понятно что такое вот случайная проблема ее можно исправить если он исправит поднимется человек вверх назад там где он был говорит Равкук а валь район этот подход был с юмя хэбэд я в хитле улам мя авара я в хитле улам я в хитле улам то есть да чем а я мод боимся дарко чем я соглахор киван чейн анаму цима комбо тогло марш я ошергу то есть ладно это тоже неважно короче что мы видим Равкука он говорит что грех золотого золотого тельца вот уже не первый раз кстати в суке вдруг меня про грех золотого тельца тянул грех первого человека в ган-эдене он не вызывает пессимизма наоборот вызывает оптимизм то есть расскажет про изгнание почему из него мы очень простую вещь это изначальная точка человека она высшая она очень высокая и она высокая с точки зрения и с точки зрения материальной и с точки зрения счастья и довольства человека и в принципе что можем понимаем что мы можем исправить грех то есть мы всегда можем исправить вернуться в ту точку где мы были это то что мы учим из этого греха так говорит Равкук в любом случае мы отвергаем полностью подход христианский что вот этого понятия первого первородных грех и так далее мы вообще-то не принимаем никаким образом мы не принимаем понятие что мир тюрьма для души и так далее так далее потому что человек рождается греховным и все и он застрял потерялся и так далее короче нет человек рождается с огромным потенциалом и только грех отдаляет его от того чтобы он этот потенциал довел до максимума и если он справит грех он обратно вернется и естественно этот мир как раз в этом мире это можно сделать окей а в любом случае вот это вот описание греха с древом познания так далее естественно несет многие скажем так значение понимания так далее и всякие вещи которые мы должны выучить и мы должны их разобрать поэтому сегодня будем заниматься таким вопросом мы будем за вопросом во первых чем был грех что 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 такое древо древо познания добра и зла что она дает понятно что тут символик символика которая раскрывает очень глубокие смыслы и мудрецы еврейского народа в разных поколениях действительно спорили по поводу смысла и что именно говорится что в чем то есть они спорили что такое древо познания добра и зла они спорили то есть да что что он давал то есть да то есть что то что это за познание какое в чем был грех именно и какие то есть называются вечные скажем так понимают понимание то есть выводы которые навеки мы должны сделать и закончим окей мы пойдем сначала разбираться что это за грех что это за дерево что он доволен и так далее и начнем скажем так самого простого самого скажем так базисного комментария который приводит это ребенок который говорит что то что это дерево было он пара но порождало вожделение интимных отношений в этом смысла то то есть это познание добра и зла но и что пишет его и бнс это порождает вожделение интимных отношений и поэтому адам и его жена хава прикрыли свои срамные места когда человек уже автоматом тренинг он познал свою жену это он познал жену почему в это познание это и есть интимные отношения так называют свою второе понятие я да это интимные отношения так говорит чисто иврит и поэтому древо познания так и называется она дает человеку называется сексуальная тягу очень сильно и так сказано и про на арту из-за отрока ашер еда то есть когда познает плохое хорошее и когда говорится это когда описывается про отрока имеется ввиду когда его потянет у него появится сексуальное влечение так объясняет ибнезр говорит что все это древо было всего лишь повышенное сексуальное желание и когда это съели то с ним произошло в этом был то есть в это в этом была проблема ибнезр дело в то и рашар гирш берет вот эту вот идею ибнезр и раскрывает еще ее больше он так продолжает и он говорит очень интересную вещь он говорит что они подчинились ецер они подчинились началу своему плохой тяги он говорит так пока они служили одним телом одному духу богу единому одному так далее пока то есть были достойны божественной похоже с целью милкин призна быть по облику всевышнего то есть в своим духе и в своем теле были час чистыми и святыми также в духе своем и в теле свою их силы и духовные материальные были даны им от всевышнего для того чтобы они в своих годах реализовали свое предназначение как человек то что было чистое святое тело человека и его материальность которая приняла то есть гермо морали и этики его святость ниже святости духовного говорю что это тело и так далее если она идет то есть как полагается она не ниже святости духовного но когда человек покоряется и то есть порабощается управлению своим плохим началом когда человек пока идет за эти но когда он порабощает себя под свое плохое начало он уже не пытается подняться в своей материи до уровня святости а наоборот то есть хушанют его то есть вожделение то есть его желание то есть всяких материальных вещей то есть получение удовольствия опускает его святость вниз то есть дает и тогда он начинает стыдиться своей ноготы то есть что объясняет рашангер он говорит у человека было плохое начало самого самотворения почему потому что было но но пока он управлял и правил своим плохим началом ему нечего было стыдиться поэтому абсолютно не решало что он был голым в грехе древо познания человек подчипа работил себя своему плохому началу таким образом очень интересная вещь что говорит он продолжает и бенезер глобальный он говорит что у этого древа познания добра и зла так называемо было особое качество и это особое качество но подымало и усиливало вожделение и таким образом это подымало вожделение и человек когда он все он просто поднял вожделение и так как в принципе всевышний приказал и запретил есть от этого дерева поэтому поедание от этого дерева есть грех человек по починил себя своему вожделению своему я цару и поэтому на ушел по словам всевышний вот такое интересное объяснение есть еще один очень интересное объяснение кстати человек который написал этот комментарий он был близок к реформизм но но то что он написал она очень сильно такое оно тянет от него таким литовским тяжелым подходом да скажем так реформистом очень-очень не неоднозначно но это подход есть у этого есть потому что он него появляется но такой жесткий он говорит очень интересную вещь он говорит что дерево было экзаменом между плохим и хорошим между разрешенным и запрещенным между жизнью и смертью так он пишет это пишет бану яков и это абсолютно не зависит от содержания заповеди более на этом будет проверен человек будет проверен человек если будет он подвижен влиянию разными скажем так взвешивание с точки зрения полезности заповеди или подвергнет свое желание служит то что сказал всевышний без разницы то есть они связываются как то что заповедь то есть несет дает ему какую-то пользу или не дает ибо заповедь была дана ему чтобы человек не думал что он бог или он чтобы он знал что есть господин который заповедует заповедь данный человеку для того чтобы он понимал что его место и этот плод дерева он не нес никакого вреда и не было в нем никакой отравы более того сказано то в ли маахар он был хорошим едет что говорит бану яков на хамалейбов приводит поэтому чтобы не думали что реформистские называются источники просто на хамалейбович на его приводит очень интересную речь потому что он приводит очень интересное объяснение он говорит что сама сама важность была это служить слова всевышнего то есть нет никакого смысла в этом в этом дереве она несла никого смерти дала ничего но было он был пора скажем так экзаменом для человека человек будет служить всевышнего или нет возомнит он себя богом что он все позволено или будет слышать то что говорит нам всевышний и он нарушил приказ всевышний в этом месте грех само дерево никакой факт не несет никакой характеристики ничего особенного нет она ничего не давала ничего не забирала она была экзамен не более этого так он объясняет то есть да то есть как бы тут такое что заповедь сама как бы не несет в себе какого-то глубокого содержания или глубокой характеристики для чего-то такого сверхъестественного она несет вопрос связи человека с богом и его подчинение или нет это очень такой называется может как миснагди такой подход такой антихасидский окей это то есть сейчас мы перейдем к на очень интересного объяснению я уже несколько раз говорил уже приводил это объяснение рамбом рамбом идет совсем другим подходом и он говорит очень интересную вещь и он приводит он говорит то есть он занимается проблемой которую вроде бы человек согрешил и стал знать плохое хорошего как бы до этого не знал что плохого теперь знаю и говорит рамбом однажды мне задал вопрос один ученый человек как бы там сделку шиюты за скажем сложность сложного просто он сказал так из простого понимания стихов видно что получается чрезначале человек был как другие животные без мам без мозгов и без сопонимания и не когда восстал то есть да то есть нарушил закон у него пришло огромная то есть цельность то есть да и он стал человеком то есть да у него он приобрел сознание так че спросил человек рамбом рама правда человека назвал так немножко цинично к нему отнесся сказав что этот человек относится книги которая пришла закрепить последние первые поколения как книги историй или книги стихов которые читают между покушать и поспать а не углубляясь поэтому ему показалось то что там что там произошло последующим дело было под руку и он говорит так то есть разум который то есть был дан от бога человеку что является окончательным его цельностью то есть шлемут окончательно то есть его совершенством это то что было дано человеку до его восстания до того нарушил и про него и про это сказано что был создан по образу и подобию всевышнего вот этот вот глубокая то есть разум божественно и из-за этого он говорил с ним то есть да то всевышний говорился с человеком и дал ему заповеди кстати как ты можешь вот ему дать заповедь как сказано в яйца в этой руке и но ведь не было никакой заповеди животным то есть да и них них было заповеди тому кому нетра мозг разума то есть то есть это господин хороший вопрос неправильно читай внимательно ему бог дал при заповеди он дал заповеди животным заповеди не давали и без мозга он тоже заповеди не ибо о в разумом различить между истиной и ложью и это было у него в совершенстве то бишь оба плохое хорошая запоминайте понятие у рамбом мускалот мускалот это понимание истина и ложь это мускалот мускалот то есть разумение мускалот что такое мускалот точнее он приводит пример как не говоря что земля то есть небо круглая земля плоская это плохо а говорят это истина или ложь то есть нет такого что земля земля круглая или плоская это плохо или хорошо это правда или ложь это то что мускалот а когда он согрешился и склонился за своими вожделениями и своими воображениями и своими получением удовольствия от материальных ну от телесных ощущений как сказан то в гаецле махар кита вагу лайнай то есть на хорош дерево для еды ибо он вожделение для глаз то есть что он сделал склонился пошел своим вожделениями был наказан что потерял он свое свое постижение разума то есть то что он по тогда достигал потерял и был он наказан теперь же нет и таким образом то есть да когда нарушил заповедь которая была дана именно из-за его разума получил понимание муфурсомот это что хорошо и что плохо с точки зрения то что принято в обществе что общество понимает как хорошее плохое потеряв понимание между ложью и истину это что он потерял то есть рамбам здесь четко разделяет между мускаро умыфурсомот мускаро понимание истинной ложь и муфурсомот всевозможные устои внутри общества чтоб хорошо что плохо до греха человек мог перед своим разумом то есть разделять понимать то есть абсолютно четкой логикой разделять мир понимать все таким образом кстати грех с точки зрения рамбом а начался еще до того как человек съел плод грех начался он на него засмотрелся и склонился в ту сторону своих вожделений когда он только за сказал хорош то есть это дерево для еды и он вожделение для глаз в этот момент все уже пошел по наклонной здесь произошел грех здесь произошел грех в чем грех он отбросил то что делает его высшее состояние то есть да то что дает ему его совершенство и занялся всякой фигней за выражение в этом и грех и и таким образом когда он съел этот плод он абсолютно полностью выкинулся в этот мир заниматься всякой вот что хорошо что плохо а не заниматься что ложь и что истина а как это объяснить варитым келли и будете как боги объясняет рам очень просто это слово и лугим это понятие имеющие власть еще от общей людях о судьях и так далее которые решают что хорошо что плохо это что сказала махаш а ним по уши развесит таким образом с точки зрения рамбом а что такое древо жизни древо знания это ничто не иное это знак символика мира получения удовольствий и вожделений не более того окей сейчас я вам приведу очень интересный комментарий который приводит а барбанель это вообще все барбанель выступает против цивилизации сейчас объясню то есть да то есть общее то есть подразумевание в этой огромной главе и так далее сообщить что всевышний создал человека в его подобии разумом и так же дал все что ему надо для исправления его жизни вы самые необходимые вещи с точки зрения еды и питья и плодов дерева то есть деревья в саду которую он посадил и воды рек который омывает то есть и в принципе все это природную реальность без того чтобы нужно было вкладывать делать какие-то усилия что-либо у него все было все ему дал человек всевышний то есть ему не нужно было делать никакой человеческое действие еда есть вода есть у шикарно все прекрасно но что все его дети то есть все вещи то есть его нужно были готовы и всегда находились у него для того чтобы он не за вообще то есть не утруждал свою душу заниматься его телесными материальными проблемами и нуждами а он занимался только возвышением своей души для чего она была создана поэтому заповедовал ему всевышний чтобы он ему до чтобы он занимался и брал то что и то есть довольствовался тем что есть то что называется природном вещи то есть в мире то есть да в таком природном в природном его в девственном виде а не а не для того чтобы он тянулся за мутаро то есть это пишет на шиле и вмаше хара мутаро мутаро то премьется вещи которому я не обязательно и необходимые в его жизни которые требуют на него делать разные работы и вместе всем этим человек по собственному сознанию и своим плохим выбором пошел в тьму и в принципе то есть оставался то есть привелся к чему привел а барбанель объясняет что грех этого дерева это цивилизация развитие цивилизации что имеется ввиду кстати нужно знать что барбанель презирал цивилизацию он очень похож в этом на жан-жака руссо который считал что цивилизации развитие технологии и так далее все это вещи то есть да то что человек оторвался от природы и пошел заниматься то есть развитием цивилизации и так далее это мушхату машет это развращает и коррумпирует и развращает полностью человек это плохо для человека то есть вот такие вот они были подход у них в этом он похож на руссок я сказал он имеется ввиду что обрабанель говорит что по своей природе человек был на высшем уровне и у него было все что нужно и только цивилизация вот развитие вот это вот и вот это и вот это развивать вот это развивать это то что привело то есть разрушила все его качества это то что сделали его человеком греховным падшим и так далее подхода барбанель вы слышали какого подходе барбанель но сейчас я вас удивлю сейчас больше следующим комментатором то есть принципе грех в том что он потянулся за тем что ему не надо то есть эти вещами которому нужно больше чем его существование требуют что потребовало человека заниматься развитием технологии так далее то есть цивилизация так называемый что в принципе убил и сделали его не очень хорошим все окей это то есть вот такое объяснение и сейчас мы придем рамбан раби мушебенахман который идет вообще в другую сторону сейчас он вас удивить пока мы то что мы видели все это отрицательные какие-то вещи то есть да сейчас мы увидим такое что он будет интересно рамбан пишет так и дерево познания добра и зла сказали комментаторы ибо его плоды порождали вожделение интимных отношений и тогда короче табинезом цитирую и привели там это то есть от борзилла глидаи то есть то что он сказал что он больше у него нет вожделения сказал борзилла глиди то есть да поэтому он типа отошел от этого потому что и поэтому не не разделяет между плохим хорошим нет заведу отошел вожделение всяких и тянь низменных и это неправильно в моих глазах рамбан гриш неправильно понимать ибо сказано в гаидынки руки 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 люди то вера то есть что он имеется ввиду имеется ввиду что рамбан говорит невозможно понять то что предложил сказал змей что вот это вот познание между плохого и хорошее будете как бог что это материальная вещь это точно духовно то есть если сказать что на что змей обманул говорит рамбан допустим он обманул но сам бог сказал в йомер улгим гэдам а я кейхан мемену рада товара искал господь то есть да бог его человек стал как один из нас знать хорошее плохое и пока он закрывал дорогу к древу жизни сам бог сказал просто не можно обмануть их хорошее объяснение в моих глазах что человек по природе своей делал все что ему надо было делать для своего развития как точно так же как сделано были небеса и все их воинство сделали то есть поистине то что нужно им делать поистине и не изменяют своим задачам и нет мне в них действиях не любви не ненависти и плод этого дерева ради породил у него желание выбирать между в вещами которые брать или обратными между хорошим и между плохим и поэтому называется древо знания плохого и хорош ибо знания сказано то есть дат понятия дат в нашем языке если говорить и обозначает рацион желание то есть в этот момент у человека и уже у его жены до ухавы не было интимных отношения как часть вожделения но тогда им нужно было родить они соединялись и рождали и и поэтому в их глазах их интимные то есть места были как лицо как руки так далее она не стыдила пишет ромба и вот после того как съели от древа и стало у него у них понятия выбора и в его желание сделать плохо или хорошее ему и себе или другим и это с одной стороны божественный уровень но с другой стороны это очень плохо саму человек у которого есть вожделение и плохое начало вообще поняли что ромбанского ромбан сказал вещь которая называется взрыв мозга какой сказал ромбан взрыв мозга ребят то что принес древо познания добра и зла человеку это свободу выбор до этого человека не было свободы выбора и вот это вот свобода выбора с одной стороны это огромная вещь она божественная с другой для стороны для человека она проблематично и поэтому сказал то есть будете как бог вы сможете у вас будет свобода выбора и измене обманул он сказал как есть и то есть то что сказал всевышний поменю ромбана он сказал они теперь умеют а у человека есть в этом проблема когда он переходит на практический уровень почему потому что она приводит человека к чему грехам плохому началу и вожделение и так далее и так далее и так далее поэтому у него это свобода выбора не очень хорошо работает у бога это шикарно будет человека не особо ромбан говорит ребята до греха у человека не было свободы выбора плод дал свободу выбора но человеку это плохо многие напали на ромбана с таким комментарием и про и и говорили что это то есть это барбанель написал то есть это что как сказали наши мудрецы и вот хорошо это хорошее начало это плохое начало то есть что они ведут что что в хорошее и цель то есть высшая точка человека было его то есть реальность выбирать и так далее между прохими хорошими кому-то ихوم nuc как вас по его начало так было создано ещё как было создано самосознание человек был создан этот человек человек человекda его его одна из вещей это выбирать и если бы туда ибо а не было если бы у него не было это он не был бы человеком говорит трав барбанель поэтому то есть можно было заповедовать из всего древа ешь а древа то есть то есть невозможно дать заповедь тому у кого нет свободы выбора как он может выбирать кстати можем добавить здесь а как он может согрешить если свободы выбора нет это просто нереально если у нее нет свободы выбора как он согрешит у него нет свободы выбора хочу я хочу не ехать это еще одна проблема с рамбан поэтому еще немножко подобавляем вещей которые свобода выбора фундаментальная вещь допустим маша хохма раби мэр симха он говорит он говорит вообще он говорит что в свобода выбора это есть целью мэру ким то есть да подобие богу это свобода выбора то есть как бы что такое создал подобию по свободе выбора и он то есть то есть кстати это не просто так мне нужно называть что рэп симха жил извините на стыке до 19 20 века он жил уже в эпоху то что называемая модерны то есть модерны и то есть и он понимал уже огромную важность свободы выбора то есть не как средневековье был по временах уже когда жил рэп симха из двинска это это написал начал двадцатого века понятия модернизм то есть модерны и свободы было очень важно для для того чтобы почему потому что вроде вся природа подчинена сибытью то есть причинно-следственная связь и все это почина и так далее и вера в то что человека свобода выбор это не подчинен то что называется причинно-следственной связи он может разорвать эту цель он может изменить он может исправить он может выйти из этого причинно-следственной связи это очень важно человек всегда может выбирать эти рамбом написал тоже важность то есть мы когда открываем законы и раскаяния рамбом арамом говорит что если нету свободы выбора нет никакого смысла не в заповедях не в наказание не в плате может как ты можешь платить зато к тому кто не выбирает и рамбом более написал то есть рамбом считает что это основа одна из основ веры нашей свобода выбора человека это потому что это вся вера в схар в ионыш то есть наказание и платы а это одна из 13 основ веры который написал рамбом а кстати больше всего рамбом то есть больше всего рамбом то есть воевал с подходом что всевышний установил судьбу человека то есть да что человека нету возможности менять свою судьбу против этого рамбом воевал страшно не признавал ни в коем случае потому что если человек рожден под судьбой какой-то то есть да и ведет судьба нет никакого смысла на 20 заповедь вообще никакие бессмысленность кстати рабиха сдай крескас который да идет за детерминизмом что нет свободы выбора он с урошем объясняет что да можно говорить о том что нет свободы выбора и вместе с тем говорит что есть смысл и у заповедей и наказание платы нет свободы выбираться имеется ввиду что есть закономерность то есть всевышний не определяет определенную то есть от час на то есть в частном образом то есть вот произойдет такое-то событие или такое он имеет ввиду что есть правило в природе то есть да и она постоянно на константно человеку изменить не может и это то что имеется ввиду человека нет свободы выбора выбирать здесь или нет сегодня наше время это объяснение с точки зрения психологии то есть да человек рождается определенном обществе и так далее так далее в определенном воспитании определенное это и он закрыт этим вещами они него на него влияют они являются факторами которые делают из него тем кто он есть естественно что у него в каждой определенном случае то есть дата в том и ситуации другой он выбирает что ему делать но в конце концов как личность очень многое он сформируется на фоне то что рабе христа и крескос не знал по психологии это средневековье но он говорит не такой же скажем так на иврите двор муфрах то есть да то есть он как раз если возьмем психологи человек вырастает на планет и он сформируется плена вещь как личность но что несмотря на все это есть очень важная вещь есть важность и заповедям есть важность наказаниями потому что это еще одни факторы которые влияют на выбор на действие человека они тоже заложены в этом мироздании поэтому человек будет да их использовать как факторы и таким образом то что он назвал иллюзия выбора то есть да то человек как бы делать действие потому что в определенном частном случае вот здесь или здесь он выбирает но с точки зрения системы мироздания не может это сложно не будем заходить и вот такой подход естественно машин хохмат мэрицы вообще не признавал такой подход короче ни в коем случае никогда короче давайте вернемся к нам рамбан сказал нам очень интересную вещь грех то есть дерево золотой лица подняла человека на возможность выбирать и это то что дал это дерево дерево давал возможность выбора своего доброго до этого человека его не было но для человека это не очень хорошая штука она его катит разные вещи и мы закончим еще одним объяснением уже современным объяснение которое приведено в книге но я его слышал на уроке тоже урал мурдыха и броя покойного уже захватили певраха рамурдыха и броя говорит очень интересные вещи он пошел кстати в сторону рамбана он да пошел в сторону рамбан в каком смысле он видит в дереве познание добра и зла не минус а плюс какой плюс он говорит не совсем плюс это плюс и минус которые между собой смешанные у рамбана тоже не совсем плюс это плюс который дает минус порождает минус у человека и говорит он так таким образом то есть съев от дерева добра и зла человек в один момент перешел от младенчества во взрослении он повзросле то что с каждым человеком происходит медленно с процессом постепенно у первого человека прошло в один момент вдруг немедленно то есть еще минуту назад то есть да он был простым и цельным и свет то есть и чистым как ребенок и вот он уже взрослый до этого он был ребенок то есть сознание и вдруг он взрослый и вместе со всем тем хорошим которые приходят в мир взрослого вместе с тем приобрел все плохое который в том же мире взрослого разделение разрывы стыд грех все это пришло туда тоже вместе но в отличие от взрослых в нашем мире он лично сам привел на себя всю эту гадость то есть мы когда взрослеем мы это процесс мы сами он сам сами руками не природным путем что у нас был повзрослел постепенно сам то есть не природа сделала у него этот внутренний душевный разрыв а именно его то что он параде пошел за опьянением чувств и наслаждением вожделением плоти такой язык написано и то есть нет а то что именно его свобода выбора приняла принесла ему все это кстати с точки зрения он здесь не идет что у него не было свободы у него было но был ребенок как у ребенка тоже свобода бы она не убирает хороший он чистый он ангельский ребенок когда только взрослеет а у человека в один момент взросление то есть если мы подведем итог снос получается очень интересная вещь смотрите у нас видят здесь те кто видят то есть что качество дерева добра и зла у него есть это плюсы а есть те которые говорят что само качество характер древа добра и зла одни минус давайте подведем итог минус то есть да что древо добра и зла не слово плохое и бенезра появляется вожделение сильное сексуальное чувство рамба человек вместо того чтобы заниматься в ложью и истинной ложе занимается всякой фигнёй хорошо и плохо да ушел одну скоротному форсомо а барбанель он погрузился в цивилизацию и так далее до ушел от своего природы и идиллии расшар гирш склонился перед своими вожделениями поработил себя под свое плохое начало но яков то есть дерево по-настоящему нет никакого особого характера у него вообще никакое то есть да она просто сам грех в этом проблема кто говорит что тут есть и штука вверху рамбан рамбан до что человек приобрел то есть какие хорошие вещи несла древо у рамбана свободу выбора рамброер говорит взросление оно дал по взрослению сделал взрослый окей есть эти доказательства и в ту другую сторону что те правы и те правы допустим доказательства того что это действительно минус характер самого этого дерева был минус например сразу после греха сказано вы еду киарумим гем то есть вы поняли что они ноги то есть в принципе прямо и почему то сильно ноги почему ничего не поняли что другое тут явно прямая наводка на то что у них появилось вожделение сексуальное не обратили внимание на свои странные места очень сильно то есть да сразу же то есть и породилась стыд тоже там же то есть потому что они голы и породился стыд за чувство вины и за греха и так далее и они вот прячутся от всевышнего и так далее кстати очень интересно вот это вот новое понимание у человека то есть да что он вот ему стыдно он голый так далее настолько глубоко вошло человека в голову что он сам себя это скажем так сдал богу как он сдал сам богу глупость сморозил когда бог спросил где-то он сказал я боюсь ибо голые то есть ты сам называть себя сдал что откуда ты знаешь что голый сам себя это первое доказать второе доказательство книги шмоэль книги шмоэль в этом сказано фраза а еда пинтов лера то что мы сказали он там имеется ввиду что у него нет больше вожделение то есть телесно то что выра это связано с барбанель что с точки зрения философской проблема то есть да если это что-то плюс какой-то почему всевышний даст создание плюс получить почему всевышний не преградит им это что когда он критику высказал против ромбана чуть всевышний закроет такую вещь то что делать человека человек теперь с другой стороны ромбан привел хорошие доводы он говорит два раза описывается что у этого плохого хорошая это божественная характер качество это говорит змей и это потом говорит сам всевышний и на дама я кейхад на меня ты будешь человек один один из нас окей как с этим разобраться давайте выводы скорее всего первых давайте скорее всего подход более-менее скажем так который можно принять только в более многогранный утра шаргирша именно почему сняли крем изменений объясню получение удовольствия скажем так от сексуальных отношений которые потом появились было и до этого но не было то что называется ецерами тяги вот это его было получение удовольствия но не обладать нам тяжело это представить по причине того что у нас то смешано потому что мужа после греха жили но вопрос понять что они были разделены то есть можно было получать удовольствие но не иметь этого сумасшествия стяга за этим ецером за этим вот началом кстати когда мы говорим это имеется ввиду нужно понять это вот это вот тяга которая уж тяжело и управлять одна из самых тяжелых не зря говорит что это самый тяжелый из плохих начал это именно я царами по сексуально это увлечение потому что но самое тяжело управляемое и самое более такое мощное в любом случае то есть почему в принципе она то есть использовалась когда правильно когда нужно и так далее а не вот беготня за этим и таким образом вот этот вот ецер когда он появился с грехом вот этот вот он забрал у человека возможность управлять собой и в принципе что привело к чему стыду потому что ты не смог справиться с собой и в конце концов ты сел в лужу и тебе стыдно потому что не если ты умел разделять между получением удовольствия и когда надо делать когда не надо делать ты потом уже не садился и был час на позже не было что сделали то есть адам и хава они дали вот этому тьецеру вырастим вырасти в них и в конце концов пойти за соблазнами который привез на хаш то есть змей кстати тут еще одна интересная вещь обратите внимание змеи используют имя бога какое элуким имя хашем он не использует но дело в том что имя хашем используют появляется всем этом рассказе когда человек бог все бог создают человек когда он горит о человеке и так далее когда он сделал этого в ган-эдене когда нам дает там имя хашем не элуким а его то есть в то есть это другой уровень вообще она хаш змей используют руки то есть в принципе грех возвращает человека опускает человека к отношению с богом как и луким то есть в принципе это создатель тот у кого вся власть у кого вся сила то есть от кого все источники при всей мощи силы и всех сил природы но нет никакого смысла не морального не этического незаповедующего нужно заповедует всевышний он появляется хашем уже а не элуким таким образом кстати что нам говорит он ведь вы будете как бы боги имеющие силы и так далее но на это выписывает как по точки зрения еца точки зрения вожделения и так далее то есть как бы он вырисует и бога лживого почему рисует бога лживого используя слова и луки он рисует таких вот богов греческих с олимпа то есть которые там всякие то есть всякие имеет плюшки всякие так далее у них есть всякие вожделения и наслаждения и так далее тут в этом случае он действительно обман это я царапа знаете в чем проблема то есть мы можем так можно объяснить слова нахаж их реально обманул во первых он использовал другое имя то есть оторвав их от имя заповедующее то есть вернув все в сторону природы вожделение и так далее у нас проблема другая почему бог сказал что он стал то знать как мы то есть плохой хорошим можно объяснить так как объяснил свое время то есть намеркнул арабе ибнезра это сказал я барбанет это было скажем так это бог сценично пошутил мол он хотел быть как мы знающий добро и зло а сейчас хотел быть богом богом не стал цинизм я знаю что это немножко комментарий очень слабо другого нет очень тяжело объяснить но мы понимаем что здесь на это не бог описывается то есть то явно не бог по этой причине то есть это заявление и понятно что он не получил никаких божественных возможностей тоже то есть понятно что бог не говорит о том что он стал так как они то есть это точно окей итак с древом с деревом разобрались что произошло человек компания появилась теперь давайте будем в чем же наказание за этот грех это последнее что мы займемся а наказание за этот грех то что называется на верите нику отчуждения обратите внимание когда появляется ест когда порождается у человека плохое начало вот эти вот вожделение и так далее что происходит человек видит в каждом объект насыщение наслаждение своих вожделений своих чая они напарник или соратник кстати в первую очередь отчуждение проявляется в смерти я тоже до греха человек должен был умер кстати поэтому после греха все вышли то есть как бы боится что он съест от древа жизнь потому что нужно быть наказаны смерть является ничем иным как отчуждение и отделение между человеком и миром а внутри человека между его духовной частью и материальной которые отчижают отчуждаются друг от друга и отделяются кстати есть еще доказательства и таким образом всевышний говорит скажем так с презрительно к человеку ибо прах ты в прах вернешься то есть если ты дал своей части которая прах победить твою то есть то что я дал тебе духовную часть когда я тебе вдохнул в ноздри твои то есть дыхание и ты дал это то есть нижняя часть то ты пройдет это отчуждение они разделятся то есть твоя духовная часть уйдет а ты то есть то к чему ты дал на победить твою духовную часть уйдет обратно в прах откуда и пришло таким образом это еще раскрывается в нескольких аспектах то есть отчуждение дальше между человеком и природой то есть называется в страданиях будешь есть то есть природа больше не будет тебя обеспечивать ты будешь работать в пути лица ты будешь сеять и пахать и земля будете выращивать всякую гадость и так далее Произошло отчуждение между тобой и природой следующая верь между человеком и животным за его иши то есть личной они приязнему bonds между того то есть и между животным миром и человеком Произошло снова еще одно отчуждение И еще одно отчуждение между человеком и человеком особенно между Мужом и его женой Какое Вегуем Шольбах И он будет твоей тупой править. Как вывод, то есть мужу твоему будет твоя вожделение. То есть вот эта иерархия, которая произошла в мире, правление, иерархия и так далее, это в принципе есть последствия вхождения в систему замоотношений между людьми, вожделений, взгляда как на объект и так далее, которая строится очень часто на замоиспользовании друг друга. До греха, обратите внимание, человек зовет свою жену как? Иша. То есть Иша, она взяла из Иш, она его напарник. Они равны. Иш и Иша. Греха. После греха, как он называет ее? Хава. Энкольхай, мать всего живущего. То бишь функциональная функция, не более того. То есть она должна рожать и порождать жизнь на этой земле. Кстати, аспект отчуждения Некура выражается в том, что человек, то есть Адам, когда Всевышний к нему обращается, резко обвиняет жену, что она виновата. У него нету уже связи между ними, потому что они напарники, что они одно целое. Поэтому перекидывает на нее. Это что? В этом есть грех. То есть, в принципе, грех проходит отчуждение вот это вот, порожденное Ецаром, который пришел в этот мир, то есть, которому было дано место огромное, оно проходит через все аспекты. И вот наша задача – вот это вот отчуждение убирать потихоньку в каждом аспекте. Исправлять и убирать вот это наше вожделение и ведение себя любимого и себя хорошего. И наслаждение называется, и использование других людей как инструменты для моих задач. И тогда постепенно будем возвращаться туда, где мы были. И, как сказал Раф Кук, которого привел в самом начале урока, произойдет исправление. Вот такая вот интересная вещь. Справа сегодня была длинновато, но я надеюсь, вам было интересно и понравилось. Вот, на этом моменте урок закончили. Я запись выключаю. Всех нас слушал за все хорошего. До новых встреч. Увидимся.